Мы находимся в Одесском литературном музее. Меня зовут Анна Башко, Анна Игоревна Башко. Я ведущий научный сотрудник нашего музея. И сегодня у нас юбилей, 130-летие со дня рождения Великого русского поэта Серебряного века, ахмеиста Николая Степановича Гумилёва. Скажите, пожалуйста, как его фамилия связана с историей Одессы? Как он сам связан с историей Одессы? Да. Он имеет к Одессе самое прямое отношение, поскольку он был здесь несколько раз. Именно отсюда начинались его знаменитые путешествия в страны Африки. Всего их было самых основных три. Это в 1908, 1910 и 1913 году. Два последних, в 10-13 были в Абиссинию. Это в Восточная Африка. Первая поездка была туристическая, почти туристическая. Она была в Северную Африку, в Египет. Началась с Синопа и затем по Египту. Он отплывал из Одессы. И когда он возвращался из стран Африки, он тоже бывал в Одессе. И еще в Одессе он был в 1909 году, после того, как он провел месяц в гостеприимном доме Макса Волошина в Коктебеле. Дело в том, что он знал, что в 1909 году здесь будет в Лисдорфе отдыхать Анна Горенко, его тогдашняя возлюбленная, молодая поэтесса, которая впоследствии стала великой русской поэтессой Анной Андреевной Ахматовой. И вот, летом 1909 года, в июле он встречается с ней в Лисдорфе, в очередной раз говорит ей о своей любви, делает ей предложение. Она в очередной раз отвечает отказом, она уже много раз отвечала ему отказом. Но затем уже ровно через год, в северном году, в апреле, они венчаются в селе Никольская Слобода, в Никольской же церкви, возле Киева. Вот такое он имел отношение к нашему городу. Упоминание об Одессе есть в знаменитом африканском дневнике, в первой главе. Он написал, что Одесса производит странное впечатление, словно какой-то заграничный город, русифицированный усиадным администратором. И Дерибаска напоминала ему Парижский бульвар Сиан-Мишель, по внешнему виду. Еще он говорил, что в Одессе поражает какая-то странная вера во всемогущество хитрости, экзотическая жажда успеха. Вот такие были у него впечатления о нашем городе. Может, возможно, кому кто-то заинтересуется, найдет, может быть, даже в интернете африканский дневник Гумилёвый прочитает его. Это тоже очень интересно. И там найдет эти впечатления об Одессе. И тут можно посмотреть просто прижизненное издание, почитать его стихи, посмотреть на копии его рукописи. Также есть вот здесь у нас суд акмеиста, это статья Брюсова о корчестве Гумилёва, журнал 23-го года, печати революции. Просто получить более полное представление о самом поэте, о том, какое он имел отношение, собственно, к нашему городу. Вот издание его письма «Русская поэзия». Это Петроград, 23-й год, уже посмертное издание. Вот здесь интересное издание «Русская поэзия 20-го века». Москва, 25-й год. Дело в том, что в 21-м году он был расстрелян, ему было инкриминировано участие в антисоветском заговоре. Хотя нынешние люстроведы говорят, что он не имел отношения к этому заговору. Но в 20-е годы, после его смерти, еще возможно было заниматься Гумилёвым, то есть писать о нем работы, писать научные работы, писать ретертации. В 20-е годы это еще не преследовалось. В 23-м году можно было пособещать за него статью в журнале печати революции. Это тоже такой факт времени. Уже в 30-е годы, собственно, это имя было запрещено. И реабилитировано было только в 92-м году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова